Деградация России началась с захвата Крыма, началась с террора крымско-татарского народа, коренного народа Крыма. Были изгнания из оккупированного Крыма всех обычных людей, которые говорили, что Крым это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру, украинскую свободу в Крыму. И убийства, и пытки, мы все видели, и унижения, и мародерство, все это оккупанты делали. И продолжают это делать в Крыму с первых недель после того позорного захвата. И дальше распространяли эти преступления уже на Донбасс и в других странах, в том числе в Сирии, в страны Африки, где сейчас присутствует российский бандитизм под прикрытием российских спецслужб. Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением деградации этого государства, которое еще не так давно приглашали за стол с Большой Семеркой, которое теперь борется за первенство с самыми жестокими режимами прошлого и будет нести ответственность за геноцид и захватнические войны и депортации. Чтобы преодолеть террор, чтобы вернуть прогнозируемость и безопасность нашему региону в Европе и во всем мире, нужно победить. Победить в борьбе против российской агрессии, а значит нужно освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. Это будет эффективная реанимация международного правопорядка.